А кто такие? Да какие-то военные. Так это... Пойдем на войну вас собирать. А? И вам! 1941-й. Далекий по времени, но близкий по духу. Мужья трех сестер, Анна, Александра и Софьи, добровольцами ходят на фронт и... Пропадают. Погибли? Героини не знают, а годы идут. Сложный выбор становится перед средней сестрой Александрой. Продолжить ждать или взять судьбу в свои руки, обрести новую любовь. Если бы ты родила, я бы с удовольствием, бы и нянчилась, и Васильевская, и помогала бы тебе. Беспокойство, надежда, желание жить и развиваться – чувства героев спектакля Саня, Ваня, с ними Ремас, которые актерам Белгородского театра имени Щепкина не приходится играть. Гастроли для труппы превратились в привычный формат работы. На сцене Брянского театра выступают впервые. Нам очень дорого и приятно это приглашение. Тем более, что мы сейчас, наш театр находится в такой ситуации, когда мы не можем выходить на сцену, зрители не могут посещать спектакли. И тем не менее, мы стараемся все-таки нести свою профессию, дарить людям радость на тех площадках, где это возможно. В тот момент, когда ты репетируешь и когда ты занят любимым делом, это спасение от той ситуации, которая происходит вокруг. За три дня гастролей белгородцы представили брянскому зрителю четыре спектакля «Карлик Нос», «Саня, Ваня, с ними Ремас», «Моя жена Лгунья» и «Единственный наследник». Нас очень многое связывает. Это и театральные художники, которые работают и у нас, и у вас, и режиссеры, и личные какие-то. Моя однокурсница работает в Брянском театре, заслуженная артистка Российской Федерации Марина Финогенова. Моя студентка, выпускница моя работает. Здесь ведущая актриса молодая Юлия Растопчина. Мы так надеемся, что эти встречи станут постоянными. Мы надеемся на продолжение крепкой творческой дружбы. Александра Савельева, Александр Власов, Брянск.